Друзья, поздно. Я уже, конечно, телефон включила. Здесь такой проспект классный сделали. То есть здесь раньше был такой старый парк. Деревья росли и все. Стали облагораживать с прошлого года. И вот сейчас с самого въезда землячка так красиво. Тут прям, знаете, хочется сюда прийти и погулять. Бульварчик, но здесь ширина, ну, может, метров 20 всего-то. Дорожки, розы посадили, елки высадили. Вот здесь это еще в прошлом году сделали по осени. Вот сейчас все принялось. А сейчас мы въехали. Так классно. Ну, прям хорошо. Мы едем дальше уже сколько? Трех клиентов мы объехали. Вот. И у меня еще, сейчас скажу, два, потом еще один. Это три, четыре. Четыре. Вот, посмотрите, какие розы красивые. У нас Волгоград красивый. Я все время вас зову. Приезжайте в Волгоград. Вот летом сейчас вам понравится. Во-первых, у нас в центре очень хорошо. У нас есть где жить. Вот. Вы можете по Волге покататься. Есть где остановиться и гостиница, и все на свете. И снабжение у нас. Ну, в магазинке все вкусно. И я тут рядом. Могу вам колбасы подвезти. Ну, это, конечно, шучу. Так, ладно, навигатор сейчас включаем и едем. Друзья, ну, раз я уже начала снимать наш Волгоград. Вот, смотрите, мы сейчас находимся прямо в самом центре города. Это у нас Аллея Героев. Справа будет Волга. Вниз по Волге. А вот здесь слева храм. Ну, вы здесь все равно не увидите. Он очень красивый. Собор Александра Невского. Вообще, конечно, недавно сделан. Очень красиво. Он так вписывается. Посмотрите. Здесь розы цветут. Ну, красиво здесь. Еще раз говорю. Если вы приедете в Волгоград на экскурсию, будет чего посмотреть. Здесь и кафешки есть. Вот к Волге, когда спускаешься, ну, то есть голодными не останется. Я просто почему говорю? Потому что с некоторыми людьми разговариваешь, а у них, ну, как бы, центр не оформлен. Ни поесть негде, ни посидеть. Нет, в Волгограде не так. У нас есть где посидеть. И магазинов здесь полно. И кафешки. И, вы знаете, не так, чтобы прямо вот дорого-дорого. Есть и народные такие кафе. Есть и такие приличные. Ну, как бы, более дорогие. Видите? Вот смотрите, сколько тут роз. И, в общем, мы сейчас едем через центр. У меня есть клиенты на Красном Октябре. Вот туда мы сейчас едем. Последние. И, как говорится, и вам хорошо на Волгоград. Посмотрите из окна машины. И мне хорошо. Во-первых, мне не скучно. Во-вторых, прямо. Нам все время прямо. Прямо-прямо, пока не упремся. Не знаю. Я посмотрю сейчас по времени. Мне хотелось бы еще через мост. О, катарантус вот здесь роз. Через мост. Через Волгу. Там в питомник. Вот тот, в котором я одно время не доснимала. У меня батарейка села. Хотелось бы попасть. Здесь по времени, знаете, кажется, что далеко. Ну, казалось бы, о, через Волгу переехать. А на самом деле по времени и по километражу не так уж и далеко выходит. Ну, то есть вполне мы успеваем везде. Так, это что? Воду откачивают. Здесь у нас дальше два университета. Один педагогический. Другой раньше был политехнический институт. Не знаю, как он сейчас называется. Друзья, здесь раньше были вот советские магазины. Ну, естественно, все они позакрывались. Вообще сейчас вот те магазины, у которых нет стоянок, обратите внимание, они не могут существовать. Потому что кто пешком сейчас пойдет, правильно? Надо, чтобы машину было поставить. Есть, где место для машины, короче, было. Сейчас вот эти торговые центры, почему они востребованы? Подъезжаешь на машине, как человек бросил машину и пошел гулять. Туда даже просто люди гулять приходят. Особенно зимой. Походил, посидел, поглазел. Там же и лавочки. Правда, говорят, ну нет. Ну, говорят, конечно, что все фирмы ушли с наших магазов. Но нет, не все. Много осталось. А сейчас дальше у нас будет площадь Ленина. И там дом офицеров будет слева, получается, по ходу. У меня там мама работала. И я постоянно, в общем, там была. Постоянно она меня с собой брала. И в садик даже я вот здесь ходила. Улица Гагарина мы только что проехали. Но это никому ни о чем не говорит, друзья. Но те, кто живет в Волгограде, вот, видите, вот это у нас здесь политехнический, не знаю, как он, университет, может сейчас как-то называется, не знаю. Вот питуньки, видите, здорово. Питунька у нас в Волгограде растет без всякого. Ну, то есть, нет, ее, конечно, поливать надо, но это такой цветок, который хорошо выдерживает жару. Единственное, что мы, когда сюда приезжаем и говорим, господи, бедные люди, как вы выживаете в этих пробках, в этих бесконечных светофорах. Нудно очень, нудно очень ехать. Вот. И дальше будет справа по курсу, там будет дом Павла, вот, кто спрашивал. Ну, то есть здесь все рядом, несколько остановок, центр. Вот. И здесь можно гулять, гулять, дня не хватит, чтобы обойти центр. И везде есть всякие интересные моменты, где можно посидеть, как бы поглазеть. Вот. Вот это раньше был миллиардативный техникум, вот этот красивый. Сейчас не знаю, что там. Вот он, дом офицеров, где у меня мама работала. А вот здесь дом Павлова, друзья, сейчас увидите. Здесь Ленин стоит, и вот за ним, вот видите, вот на фронтоне рельеф, это он. Это тот самый дом. Здесь у нас под землей ходит скоростной трамвайчик. То есть метро здесь у нас, да, такое трамвайное метро. Единственное в Союзе было, во всяком случае. Да, ну, по-моему, сейчас... А вообще в мире есть где-нибудь скоростной трамвай? Ну, то есть, да, трамвай с большой скоростью ездит под землей быстро все это. Замечательно. Я еще немножко займу вашего времени. Я уже была, отключилась, а потом, ну, как же. Сейчас будет центральный стадион, где я проходила вот этот чемпионат мира по футболу. А дальше Мамаев курган. Как этого было не показать? Вот он, смотрите, стадион. Вот такой. Его реконструировали, отстроили. И вот он, Мамаев курган сейчас будет. Вот он. Вот видите, среди деревьев мать родина. Здесь очень красиво. Очень тоже везде розы растут, цветут. Единственное, что вот как бы недостаток у нас... Ну, город все равно старый. У нас проспект все-таки достаточно узкий. Видите, какой красивый парк у подножия. И вот там я никак не могу захватить мать родину. Сегодня пятница, я смотрю свадьбы. Народ постоянно ходит к этому обелиску или как-то назвать. В общем, понятно, да? Вот, смотрите, как бы мне показать этого. Рестница. Я тебе не мешаю? Нет, пока. Ну вот, друзья, вот видите? Вот, 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 вот. Ой, посмотрите, какая красотища. Вот там это. Да. А это вот, видите, ну это колонна людей, которая идет возлагать венки. Вон, видите, показывают. И, естественно, ну как, вы меня простите. Это наша история. Это наши люди, которые здесь погибли. Это надо ценить. Это надо защищать. Вот такие дела. И поэтому мимо этого просто так, конечно, проезжать не надо. Поэтому я вот опять вам включила камеру. И все сделала. Вот здесь тоже съезд туда, к Волге. И там вдоль Волги тоже хорошо можно проехать. Ну и все. Сейчас я отключаюсь. Дальше у нас клиент остался. Мне еще хотелось бы, еще раз говорю, в питомник сюда попасть. Может быть, успеем. Друзья, ну надо же, куда я попала. Это у нас здесь я неподалеку жила. Розы рассадили за это время. Раньше вот по этому бульварчику не было вот этих деревьев. Вы посмотрите, красоту ведь наводят. Прямо? Да, все время прямо. Вот моя улица, по которой я жила. Это, что хочу сказать. Вот там моя школа, где я училась. Я хочу сказать, я здесь была года два назад, еще так расстроилась. Думаю, вот, когда мы здесь в Пейсоюзе жили, у нас тут и за газонами следили, и розы росли, и все на свете. И парк был такой красивый. Сейчас его весь ухайдохали. А я смотрю, здесь прям все изменилось за это время. Вот это училище 34-е раньше здесь было. Готовили. Не помню, кого готовили. Рабочие специальности. Вот. У меня здесь клиент новый нарисовал. Сейчас едем. Это вот сталинки красные. Немцы нам здесь их строили. Военнопленные. Это тоже сталинки. Только ее штукатурили. Вот, друзья. В свои родные места я попала. Нам прямо, короче, пока до второй продольной не доедем. А вот здесь, видите, ничего еще не делали. Самое интересное, что вот этих деревьев здесь не было. Они, видать, самосевом здесь взошли. Вот здесь только цикорий растет. Никаких розочек здесь нет. Кому-то другому, чтобы территория принадлежит. Так, ну ладно. А вот здесь, конечно, я отключаюсь. Сейчас будет, да. Ну что, друзья, время у нас без 10.4. Самая такая послеполуденная жара. Мы стоим на пути проводим. Это знаете где? На красном. Вот кто-то город знает. Дорогу тут делают. Мы уже домой выдвинулись. Вообще мы из дома выехали без 10.12. Вот сейчас без 10.4. И еще час нам до дома. Мы когда уже сюда поехали, а нам навигатор другую дорогу давал, мы сами сюда завернули. Вопреки. А я смотрю, тут по всему мосту пробка. Красная-красная. Ну вот, пока поедем. Но здесь сейчас, когда отсюда вырвемся, уже должно полегче быть. То есть мы выходим напрямую в область. А там 70 километров до дома. Все развезли, все продали. Как говорится, все хорошо. Завтра мы опять поедем. У меня завтра большой заказ на молоко. Вот я повезу вечернее, утреннее молоко. Что там еще? Сметану. Тоже далековато в Волгоград. И заодно я сегодня кое-кому яйца забыла. Просто забыла их дома. День какой-то суматошный. Ну и все, так как батарейка у меня садится, то следующее включение я сделаю уже из дома. Я надеюсь, если телефон не сдохнет по дороге. Вот так и живем. Я пока тут сижу, уткнулась в телефон. Ничего себе, как разворотили мост-то. Смотрите, все сняли полностью. То есть мы должны были ехать вот по той полосе. Впереди дорожные работы, в правом ряду. Впереди, они уже позади. Через один километр, 500 метров, поверните направо. То есть получается, мы сейчас, видите, как движемся? Вот по встречке они разделили ее. Ну да, да. А там прям серьезно, посмотрите, как ремонтируют. Ну поэтому и пробка не дешевая. Смотрите, арматуру снимают, все. Незопасно работать. Вот так чуть-чуть зазеваешься и с моста рухнешь вниз. Друзья, здесь высоко. Здесь железная дорога внизу, короче. Ну все, вроде бы освободились. Так, едем прямо нам. Но теперь все, точно до дома уже не включусь. Все, друзья, мы приехали домой. Время, между прочим, 20 минут шестого. Но я говорю, мы уехали без 10-12. Ну пускай без 10-6 приехали. Ну вот так. Вам, наверное, интересно, сколько мы заработали, да? Ну смотрите мое видео до конца. Ну я вам сейчас расскажу. У нас в этой, в деревне, хотелось сказать, в хуторе, во дворе так тенисто. Захожу, а здесь прям вот, верите, темно. Если учесть, что мы все это ехали по жаре, то зайти в такой тенистый дворик, это, конечно, здорово. Поливать надо. Сейчас вот немножко хоть минут полчаса полежу. И надо включать мотор, потому что завтра этим заниматься будет некогда. Да, Бобик? Вот так у меня здесь, видите, жасмин все еще цветет. Вот он клематис. Сюда надо водички тоже наливать. Ну в общем, да, сейчас надо поливать два мотора, включать. И поливать, друзья, по полной. Кстати, не знаю, но по-моему мне помогло то, что я вот эти вот клумбы свои от Бобика отгородила. Во всяком случае, он на них не спит, он спит на плитке. Может быть, конечно, с его точки зрения еще жары не было, но все равно. Вот так вот я захожу, здесь прям темно, тенисто, так здорово. Просто прелесть. В этом поливальнике я развожу, удобрению я развожу, чтобы поливать вот эти цветы в горшках. Вот в горшочках, видите? Вот. Видите сами разницу, насколько здесь темно? Виноград у нас побило, но он все-таки отцвел. И второй раз, посмотрите, видите, вот выпустил. Вот так. Не сильный, но все равно что-то будет. Что-то будет, пойдем. Мы же приехали с поездки. Надо смотреть, что тут у нас происходит. Без нас что происходило. Видео, конечно, я вам загружу, вот прям как есть. Потому что монтировать уже некогда. Друзья, время-то у нас почти шесть часов. Да. Вот. 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 Муж поставил машинку, прикрутил ее. В общем, я ей стирать еще не пробовала, но запуск уже делала. Вот в этом году розочки первый год цветут. Смотрите, какие. Это кустовые розы. Вот видите? Так, и уже какая-то пака сидит. Вот смотрите, они не успели зацвести. И уже, уже вот они сидят и выпивают сок. Что за гады такие, да? Смотрите, и в этой тоже. Может, мне кажется, может, мне очки надо надеть. Может, это просто зеленая такая серединка. Ладно, я не буду пока говорить. Вот качельки мои. И я сюда принесла одеяло. Друзья, вместо стримов сижу вот так вечером. Вечером немножко прохладнее становится. Ну, устаешь же, да? И вот так, вернее, не сижу, а лежу. Ложусь. Накрываюсь. Ой, одеялкой. Так, хорошо. Вы знаете, а мне нравится ездить по волгоградским клиентам. Некоторые, ну как, подождите, некоторые. Да много кто у нас живет в частном секторе. Половина моих клиентов живут в частном секторе. И вы знаете, что я заметила? Вот все-таки городские жители, у которых мало земли, которые живут в частном секторе, у них там что только не растет. Так здорово. Вот мы в деревне, у нас земли, ну, в общем, хоть отбавляй, но у нас, конечно, нет, у нас ни сил, ни времени, что ли, за ней ухаживать не остается. Ну, то есть наши, как бы, понимаете, цветники, ну, и вообще у многих огороды уступают тем людям, которые живут в городе. В общем, мне нравится. Мне нравится смотреть, у кого что есть, здорово. Во-первых, это мотивирует. Во-вторых, понимаете, когда ты живешь как бы в одном месте, ну, и смотришь вот только на себя, да на соседей, на кого тебе равняться? У кого ты увидишь что-то новенькое, что захотелось бы, чтобы это было у тебя? Нет, когда ты живешь в ограниченном пространстве, такого нет. Вот. Ну, на YouTube посмотришь. Если вот так вот еще в жизни увидишь, у кого как бы, как оформлено, ну, вообще, кто как живет. Оно, знаете, ну, во-первых, интересно, во-вторых, это все дело мотивирует. Единственное, что я вот какой раз уже говорю, как жалко, что у нас никого нет. Вот хорошо, люди раньше жили большими семьями. Вот, допустим, приехал ты, да, у тебя дом бабушка, она тебе посудку помыла, окрошечки наварила, пирожков напекла, огород полила, понимаете? Ну, зашибись же, а что? А я вот сейчас приехала, заехала в районный центр, в Ермольске, эти полуфабрикаты, и купила котлеты по-киевски, сейчас пойду жарить котлеты. А вы скажете, а что ты не готовишь? А когда мне готовить? Я постоянно, конечно, этим не пользуюсь, но вот сегодня, да. Потому что завтра мне тоже уезжать, или сейчас мне надо становиться к плите, вот, а я устала, поэтому я рабочая женщина, друзья, работающая. Вот, у меня нет никаких ни бабок, ничего. У меня на шее двое детей. И хозяйство, и работа, и ютуб. Так что, так что я сачкую. Вот сейчас покачаюсь, пойду душ приму, чтобы освежиться. Наречку, наверное, уже нет. Вот. И все, надо готовиться к завтрашнему дню. Муж сейчас за коровами пойдет, полчаса отдохнет. Он будет доить, а мне надо заводить два мотора. Иначе, если я сегодня не полью, вот, пока мы завтра будем кататься, устанем точно так же. Ну что, она все посохнет. А про прополку я вообще молчу. Ну, когда что делать? Такие вот дела. Хотелось бы сегодня на стрим выйти, на второй канал. Ну, не знаю. Посмотрим. Сейчас вот эти котлеты пожарю, они меня погубят. Понимаете, поешь, и вообще делать ничего не охота. Кстати, у нас около 30 градусов. Ладно. Всем пока. Да, чуть не забыла. 11 тысяч мы заработали сегодня. Но это вместе с колбасой. Но на колбасе я не думаю, что я прям там миллионы зарабатываю. Можно сказать, что я оправдываю мясо. Потому что, ну, как бы мы сами едим. И колбаса у меня покупная. Вот эта московская, она вообще себя не оправдывает. Я ее людям предложила по тысячам. Просто попробовать. Мне же интересно. Тем более мы все сами. Столько не съедим. Я же не могу сделать полкило колбасы в этой своей школе колбасной. Правильно? Я делала 3 с чем-то килограмма. Да. У меня было 700 грамм шпика и 2 700 чистой говядины. Ну, вот считайте. Такие вот дела. Я только на мясо потратила. Мясо я брала 2 400. Это на сколько колбасы должна продать? Кстати, я еще не отчиталась. Я еще не отчиталась о своих успехах колбасных. Некогда мне было. Мне надо пойти заснять колбасу в разрезе. Вот. Сдать, так сказать, урок. Это уроки, да. Потом спросить, какая у вас следующая колбаса будет. Вот такие дела. Но я потом рецептик перерабатываю под себя. Вот эту первую колбасу, которую я делала, свина говяжья рубльная. Вот. А мне не очень понравилось то, что я вам показывала. Она как бы расчленялась. Ну, вот. Я в этот раз то же самое все сделала. По специям все то же самое. Но я часть фарша, ну, прям буквально, даже не 15 процентов, процентов 10, наверное, прокрутила через мясорубку. Чтобы понимать, чтобы оно связующим звеном между вот этими кусками мяса получалось. Офигеть, как получилось. Она вообще на ветчину похожа. А на вкус то же самое. Так. Ну, вот опять животные пришли. Сейчас опять ругаться будут. Ладно, друзья. Всем пока-пока. Вот она кошка. И Бобик тут. И телефон. Вот он, я же вам говорила, что сдохнет или не сдохнет. У меня уже, я ничего не вижу, что он показывает. Батарейка вот-вот сядет. Вот такой мой день сегодня был. Пока, друзья.